всем добрый день дорогие друзья уважаемые трейдеры уважаемые инвесторы все зрители youtube канала компании амаркетс на связи михаил ричард и сегодня в очередной рубрике тратить микрофон у нас макротрейдинг разбор сделок анализ валютного фондового сырьевого и криптовалютного рынка разберем основные макро показатели которые выходили в украине россии мире разберем валютную матрицу что нам сейчас торговать что можно покупать что можно продавать что делать с долларом и разберем те сделки которые были в у меня собственно в моем портфеле и то что ожидается в будущем покажу некоторые сделки которые уже закрыты все-таки рынок дал хорошее движение особенно это движение было хорошее по валюте евро доллар хорошее тоже было движение по валютам связанным с японской иены и в целом с сырьевыми валютами австралия новая зеландия канада такс ну и фондовый рынок за это время очень хорошо вырос поэтому давайте будем начинать начнем по порядку разберемся все-таки с макро показателями которые у нас есть на данный момент главной непосредственно новостью и главной страной которая которую мы с вами будем разбирать это является америка америка и и ее взаимоотношения с китаем что самое интересное что вроде как идет идут какие-то новости по поводу того что америка хочет наложить санкции на китай она даже сейчас наложила определенные санкции на китайских чиновников но рынку на все это просто глубоко это самое почему потому что на самом деле экономика который вернее те экономические процессы которые сейчас происходят они максимально способствуют тому чтобы рынки восстанавливались чтобы компании постепенно восстанавливать потому что во первых мы имеем пакета помощи от фрс пакета по виде ликвидности пакета помощи от тех же инвестиционных фондов также идет прямое вливание денег в экономику то есть то что компании собственно сокращено сокращают штат увеличивается безработица но люди остаются с деньгами и у них есть возможность дальше продолжать тратить дальше продолжать жить и в итоге есть возможность и у компании дальше зарабатывать деньги тем самым мы можем видеть это покажу что этому потом вернемся что 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 фондовые индексы например и до широкого рынка c500 продолжает расти продолжает обновлять свои недельные максимумы трипл q и это фондовый и телефон вернее на индекс насдекс то тоже продолжают свой рост за сегодня еще не обновил максимум я думаю что у него еще есть возможность завтра как раз пятница вполне вероятно обновить эти максимумы и пойдем далее наверх тем самым мы видим что не до сантиметра продажа выясняется фондовый индекс насдекс то продолжает расти продолжает дальше набирать обороты и упал невероятно видео обновление максимум то есть полное восстановление цены после обвала на фонду на непосредственно вот это то что все думали что будет полный обвал честно говоря я тоже ожидал что будет еще немного падение потом рост собственно вот это падение небольшое это произошло на 6 процентов визуально но кажется очень маленьким это было 6 процентов но дальше дальше мы пошли очень даже неплохо вверх кто смотрел мое интервью мы красотем собственно артем бра у меня интервью и я рассказывал что в принципе меня расстояние положительное но есть шанс что может быть какой-то кредит и до кредит и небольшая про это шанс дальше пошел очень хороший рост и я надеюсь что вы вместе со мной работали на этом рост так соответственно на следующей неделе для нас из важных их новостей это будут в первую очередь нам фарма и данные по по процентной ставки давайте открою лучше по новой зеландии и процентная ставка в еврозоне пока не там не там не ожидаются каких-то новшеств я не думаю что будет снижение ставки ставка не там и там останется неизменной но в то же время мы можем видеть в еврозоне еще дополнительные как это любит говорить словесные интервенции на то что где не будут еще уливать в экономику тем самым это может ударить по евро и может пойти краткосрочное снижение курса евро вот раз дальше из других важных новостей это данные по инфляции в швейцарии все-таки тоже страна в которой курс валюты в первую очередь зависит от инфляции так как им и структурой денежной массы как раз и регулирует ту же инфляцию если продолжит продолжится падение так как сейчас в швейцарии происходит в том случае можем видеть дальнейшее падение курса швейцарского франка вот но из таких новостей которые всегда у нас выходит в первую пятницу мир нового месяца это данные по безработице но фармы и собственно уровень безработица в канаде на самом деле только в канаде также и в юсси самом-то деле самое главное это не то какое количество созданных новых рабочих мест вынеслись как хозяйственной секторе а то какая безработица на данный момент именно на это обращают внимание фрс и и потому что безработица она в первую очередь влияет на потребительский спрос так как если люди готовы тратить деньги то в случае и у них эти деньги должны откуда-то быть а чтобы эти деньги были им надо где-то работать понятное дело что сейчас период коронакризиса то много безработных получают пособие по безработице сейчас еще должны подписать новый документ про то что еженедельно все вынужденные безработные будут получать по 600 долларов плюс 1200 долларов еще первоначальный подарок от правительства тем самым внула это читайте в месяц как-никак в районе двух двух с половиной тысячи долларов просто получаю за то что не работает на самом деле для штатов это не такая большая сумма ну как только кажется что это много на самом деле для для жизни штатов это как раз такой это даже меньше чем прожиточный минимум но то же время хоть какая-то сумма денег есть на для того чтобы перекинтоваться пережить и как результат после восстановления после собственно смещения карантина в которой уже принципе происходит поголовно по всему миру чтобы людям и где дальше жить тратить деньги и собственно компании зарабатывать и дальше расти это вообще капитализации собственно стоп рост тот же фондовый рынок ну и как результат тот такой важный момент почему это все происходит потому что ну даже то что почему происходит а благодаря чему это все происходит это происходит много этому что fair с печатать новые деньги как для Печатание новых денег приводит к тому, что ставки на эти деньги снижаются, стоимость этих денег падает и как результат растут цены на облигатель. Но ставки уже на таких низких уровнях, что дальнейшее снижение в принципе маловероятно, но единственное о чем заявил непосредственно глава ФРС о том, что они как бы не рассматривают отрицательные процентные ставки, но раз он об этом заговорил, значит уже есть вероятность того, что возможно все-таки они будут это рассматривать. Поэтому на данный момент ожидается еще такое как минимум удержание процентных ставок на уровне 0.25 и возможно есть снижение к нулю, а там уже собственно и до отрицательных недалеко. Но я, честно говоря, не думаю, что будет отрицательная, просто будет ставка около нуля и какое-то таргетирование других, таргетирование так называемой кривой доходности по облигациям. Вот, дальше идем. Что еще важно, это то, что при таком раскладе инвестировать в облигации при нулевых доходах, при нулевых процентах это не о чем. Это очень мало и понятное дело, что будут другие способы инвестиции и в частности одним из них это будет тот же фондовый рынок, в частности рынок equity, долевой рынок, рынок акций. И он, собственно, и будет расти то, что мы сейчас с вами и видим. Кстати, расскажу вам одну такую историю. Есть интересный фонд, вернее фонд, который был, вернее, интересный фонд в Штатах. Он инвестировал, собственно, в а-ля индексное инвестирование и ежегодно давал 18% годовых. То есть, там было активное управление в этом фонде, инвестировали в американские акции и ежегодно 18% годовых с 2000 до 2010 года. То есть, он пережил кризис дотхомов, он пережил кризис финансовый в 2008 году и за это все время он давал доходности. Но реальная доходность инвесторов составила минус 11%. Возникает вопрос, а почему так? То есть, как может быть, фонд реально, ну, фонд как бы дает доходность 18% ежегодно, и это правильно, то есть, он действительно так дает. Но в то же время реальная доходность инвесторов минус 11%. Из-за того, что инвесторы не пассивно инвестировали в фонд и держали, чтобы их капитал рос. А они пытались найти те точки, когда надо зайти, чтобы максимально, скажем так, купить по минимуму, а продать по максимуму. Вот. И вот эти попытки, попытки зайти вот именно в точку, когда минимум, из-за этого, попытка найти такой активный трейдинг, из-за этого им не давал возможности зарабатывать на долгосроке. Вот. Поэтому это тоже еще такой один немаловажный фактор, что на самом деле не надо пытаться постоянно найти максимум минимум, надо просто следовать своей стратегии и надо просто понимать, что, ага, если у меня на долгосроке эта стратегия приносит доходность, на таком случае ей надо пользоваться и ей надо зарабатывать. Поэтому мы на этой прекрасной ноте и переходим к нашему техническому анализу, потому что, помните, у нас были сделки по евро-доллару, смотрите, как мы ей долго ждали. И здесь я евро-часть закрыл и, как видим, он дальше продолжит свой рост и сейчас я его жду как минимум на обновлении вот этих максимумов сюда наверх. Вот. То есть по евро-доллару пока тенденция дальше вверх, заходов как таковых у нас нет и пока ждем. Сейчас будут интересные заходы у нас там по другим валютам. Вот. По фунту пока тоже тенденция больше вверх и вниз, но сигналов как таковых нет, мы находимся в таком флете, поэтому лучше ждать. Донарфан, та же самая картина, мы в широком флете ждем. Дальше. Долген. Вот тут поинтереснее. Мы с вами выставили отложенный ордер, были на прошлом нашем эфире. Видим, сегодня он, вернее, даже не сегодня, а вчера он сработал и, в принципе, тенденция дальше вверх. Я думаю, что он дальше продолжит свой рост. Что касается этого ордера, если вдруг вы не зашли в сделку, в таком случае можете перевоставить его на уровне 107.95 и дальше ждать роста как минимум на обновление данных максимум. Я даже здесь тейк-профит сразу поставлю. Вот где-то вот в этот диапазон можно спокойно ждать дальнейшего роста данной валюты. Новозеландский доллар-иена. Тенденция наверх. Мы в ней уже сидим давно. Я жду его к тейк-профиту. Пока ничего делать не будут. Мы их видим. Растем. Одну часть мы забрали здесь после сразу бурного роста. После отката мы еще разошли. Видите, снова пошел рост. Тоже дождались. Часть я закрыл. И остальную часть уже обруждать к этой профиту. Дальше. Новозеландский доллар по отношению к американскому. Тенденция наверх, как мы с вами и говорили. Кстати, да, я забыл вам показать валютную матрицу на следующей неделе. У нас по валютам ничего не поменялось. Все сырьевые страны у нас рассматриваются больше на покупку, чем на продажу. Почему на покупку? Потому что при смещении карантина люди уже начинают больше расстанавливать свой спрос на товары и услуги. Спрос на товары и услуги приводит к росту цен на сырье. И результаты роста цен на сырье приводят к тому, что компании, которые именно сырьевые, которые занимаются продолжением данного сырья, они начинают больше зарабатывать. А, в Австралии, Новой Зеландии, Канаде, России, Норвегии, той же. Главный заработок, это как раз, больше львиная доля ВВП, это как раз сырьевые компании. Собственно, и так как эти компании начинают зарабатывать больше, это основные спортеры, и, собственно, можно видеть и спрос на валюту, на местную валюту со стороны данных компаний. Вот в итоге мы и видим рост всех сырьевых страх. Так, далее. Доллар Канада. Доллар Канада тоже пошел четко по нашему плану. Я говорю, что канадский доллар пока только надо рассматривать в покупку. USD-канада больше в продажу и по валютной матрице та же самая картина. Аудвезды больше в рост, но пока сигналов, как таковых, у меня нет, поэтому я бы не рекомендовал вам тоже заходить. Так, Ауткад. Ауткад, здесь был сигнал на продажу. Собственно, мою отложку мы здесь выставили были. И я еще раньше зашел в эту сделку. Пока сидим, она единственная сделка, наверное, которая дает минус. Приходится мириться, потому что другого варианта пока нет. То есть, аутканада больше в продажу. Собственно, вы можете тоже выставить отложенный ордер на уровне 0.91.20, если мне не изменяет память. Да, все правильно. Вот, и сцены дальнейшей тенденции вниз. Ну, в данном случае я выставил тейк-профит на уровне, так, на уровне, если мне не изменяет память, просто плохо видно, 0.86.45. Так, дальше. Аутфранк. Пока мы не заходим, пока нет каковых входов. Аутен, тенденция вообще наверх, поэтому пока я тоже не захожу. Здесь раньше у нас была сделка, можно, конечно, было перезайти и выждать весь этот рост, но мы не успели. Аутен, тенденция, флэт, ровно по центру ничего не делаем. Канада, франк. Видите? Часть сделки я закрыл, вот буквально вчера. И сейчас, в принципе, если вы со мной сидели в этой сделке, в таком случае, можете уже ее закрывать, когда вы посмотрите эту видео. То есть, часть закрывать, остальную часть оставляем к дальнейшему нашему тейк-профиту. Канада иена. Абсолютно та же самая картина. Часть можем закрывать, остальную часть ждем к нашему тейк-профиту. Франк иена. Пока входов нет. Евро аут. Тоже пока нет, не буду заходить. Нет входов ни на покупку, ни на продажу. Евро канадец. Тоже у нас пока захода нет. Так, по евро фунту. Наконец-то мы пошли наверх. Одну сделку я закрыл для того, чтобы минимизировать данные риски. И одну сделку, самую нижнюю, оставляем. Ну, собственно, самую первую тоже оставляем. Ждем нашего тейк-профита. Пока я вообще с него выходить не буду. И, в принципе, если вы готовы тоже с доливками, если вдруг рынок упадет, готовы высидеть, в таком случае тоже можете постепенно заходить. Если вы правильно посчитали риски по той таблице, которую я давал в первых видео. Дальше. Евро фунт. Ну, часть мы сделки закрыли. Основной мы ждем дальше к тейку. Тенденция дали наверх. Так, евро и йены. Это просто были шикарные сделки. Часть мы, видите, закрыли практически по тейкам. Вот. Больше я не дозаходил. В принципе, кто высидел, тот еще больше заработал. Ну, я свое забрал. Евро и ЗД. Пока тоже входов нет. Этот флэп. Поэтому не рекомендую заходить. Так, фунт АУД. Вот, по фунт АУД на самом деле здесь рисуется очень неплохая покупка. Но, но, по технике покупка, в то же время по макро тут пока флэт. Поэтому заходить я бы пока не заходил. Лучше подождать. Пусть будет лучший заход и по макро, и по технике. Фунт Канада тоже пока рисуется вроде как покупки. Но я бы здесь не заходил. Фунт Франк. Ровно по центру. Тут вообще ничего не делаю. Фунт Йена. Тенденция тоже больше увесчая вниз. Ну, будем смотреть пока мне не нравится вот эта картина. Вообще глобально можно будет покупать выше данного уровня 133. Вот, выше него можно распространять бай-стоп и далее наверх. Вот, но я думаю, что это расскажу уже по ходу недели или же в моем Телеграм-канале. Дальше. Фунт НЗД. Пока ничего. НЗД КАД тоже пока, видимо, особо ничего. До рубль неплохо укрепляется. Чертка идет к нашему плану. Мы с вами говорили, что он где-то в район 70 еще дойдет. И дальше уже будет смотреть. Вот, вполне вероятно, можно закрыть этот ГЕП. Это где-то уровень 68-69. То есть, вполне вероятно, он сюда может еще дойти. И дальше тогда дадите больше вверх, чем вниз. Так, золото. Пока тоже ничего. Вовремя вышли. И ждем, когда пойдет дальше. В Биткоине я говорил, что Биткоин я рассматриваю наверх. И, в принципе, его на любых откатах можно постепенно подбирать без кредитных плечей и ждать, когда он дальше вырастет. Следующий. Платина. По платине пока особо ничего. То есть, и не заходим. Так, Наздахи уже обновляют максимум. Я думаю, что когда мы дойдем где-то сюда, будет какой-то небольшой аккредит. Ну, а потом пойдем дальше на обновление максимум. В S&P 500 тоже тенденция, как минимум, далее наверх. Это уровень будет где-то 3100. Вот туда где-то мы точно пойдем. Вот. Ну и что меня смущает больше? Видите, индекс страха, а это по факту показывает нам волатильность рынка, все равно не упал еще и не вернулся к ближним значениям. Хотя уже и Наздах 100 вернулся, и S&P 500 тоже, в принципе, уже практически вернулся к предыдущим значениям. Но страха пока на рынке ставится. Люди пока боятся еще одного обвала. Поэтому сейчас будет или резкий выстрел такой вниз, или резкий выстрел наверх. Ну и по нефти, собственно, создание нового потребительского спроса и дает возможность дальнейшему росту нефти и обновлению, и закрытию как минимум данного ГИПа. То есть я пока жду по ЮКОИЛу где-то уровень 45, по ЮСОИЛу где-то на уровне 40, тоже 40, извиняюсь, 41-42. То есть где-то вот этот диапазон. Вот, собственно, такая на данный момент картина. Я надеюсь, информация была вам максимально полезной. С вами был Игорь Леонид Ричард. Пишите свои вопросы в комментариях. Я их все обязательно читаю, отвечаю. И, собственно, рад, когда много вопросов, когда есть о чем поговорить и сформировать новый эфир, чтобы вам было еще интереснее и чтобы вы могли все видеть в режиме реального времени. Кстати, да, я забыл показать у нас на данный момент по счету уже 9109 долларов, уже закрытой позы, и не реализованы 9245. Еще немного осталось, и мы удваиваем наш счет. Вот, собственно, это у меня все. Да, еще напоминаю, что у нас вместе с компанией Маркетс мы сделали обучение торговли. Вместе со мной можно записаться, стоимость данного курса 900 евро, или же, если вы пополнили аккаунт, минимум на сумме 30 тысяч долларов, в таком случае данное обучение вам предоставляется бесплатно. Это и макроэкономика, и практические занятия по технике, риск-менеджменту, хеджированию активов. То есть, фактически вы получаете торговую стратегию макротрейдинг, ту, которую я торгую уже сколько, 16 или 17 недель, и, собственно, результат практически 100% по депозитам. Вот на этом у меня все. Теперь же точно все. Увидимся с вами ровно через неделю. Всем пока. С вами был Михаил Ричард.